Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Лена Лайв. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал и присоединяйтесь к Telegram-чату. Ссылка в описании. Ну, а Лена решила позавтракать, но не дома, а в каком-то ресторанчике. И для этого, представляете, ей пришлось пройти целых 9 тысяч шагов. Думаю, а Ваню она накормила, а Андрея она накормила завтраком. Просто удивительная какая-то она мама и жена. Она думает только о себе. А если не накормила ни одного, ни другого, то взяла бы их с собой, в конце концов, это её семья. Но нет, Лена пошла одна. Думаю, значит, тут Лена может себе позволить такую роскошь, как сходить куда-нибудь одной. А вот в Турцию Лена одна поехать не может, ей обязательно нужна какая-то компания. Ну да, удивительно, правда? Лена интроверт и говорит, мол, мне некомфортно, если кто-нибудь другой будет рядом, мне Оксана какие-нибудь зрители, которые напрашиваются с ней поехать, да, в ту самую Турцию. Вот почему? Потому как вот Оксана, она меня будет тянуть на какие-то развлечения. Но я не пойду, мол, Оксане я смогу отказать. Была такая подопрёка. Ведь Оксана экстраверт, Оксане хочется куда-нибудь в толпу, Оксане хочется драйва, Оксане хочется шума и так далее, да, какого-то движения. А Лена интроверт, ей хочется оставаться одной где-нибудь, копаться в своих мыслях собственных, ну и так далее. Ну, думаю, нормально так, а если этот зритель окажется экстравертом и потянет Лену куда-нибудь на какое-то увеселительное мероприятие? Ну, неужели Лена откажет зрителю? Скажет, не-не, я интроверт, я не пойду. Ну, наверное, откажет. И, наверное, Лена об этом знает и понимает она это, да, и поэтому она отказывается ехать в эту самую Турцию с какими-нибудь зрителями. Говорит, я же вас плохо знаю, а вдруг, мол, не сойдёмся, так сказать, характерами, да? Ну, в общем, как-то так. Нет у неё попутчика для Турции, Лена вся в переживаниях, и Ваня с ней не хочет ехать, потому как у Вани оказывается внимание, тут друзья остаются в Зеленограде. Думаю, а кто у Вани друзья? Вот это вот Миша, и всё, развая, пчёлся называется. Какие там друзья у Вани есть? Ни одного друга нет, нет, один есть, но... Но! Это же не друзья, это друг. В общем, как-то непонятно с Ваней тоже. И правильно он ей сказал, говорит, ну зачем тебе эта Турция нужна? У тебя столько уже есть влогов турецких, уже столько у тебя видео из Турции, говорит, 50 влогов, 100 влогов, сколько их у тебя? И вы знаете, я тут с Ваней соглашусь, действительно, может быть, пора ли я не поменять локацию? Может быть, не в Турцию, а куда-нибудь в другую страну надо поехать? Ну, в конце концов, не только Турцию омывает море. Правда? Правда. Может, на океан, куда-нибудь к океану? Нет, Лена об этом не задумывалась. Другую страну какую-нибудь посетить. Всё, контент будет разнообразнее. Правда ведь? С одной стороны, а с другой стороны, не обязательно, что было море или океан для того, чтобы контент пилить. Правда ведь? Правда ведь. Но, Лена, видите, она любит морюшка. Без морюшка она плохо себя чувствует. Говорит, всё лето прождала компанию, а компания так и не образовалась. Только вот в сентябре, возможно, Оксана поедет. Думаю, так Оксана вроде бы собиралась в Грузию вместе с Юрой. Что, уже планы поменяли, что ли, у Оксаны? Непонятно пока. Ну, да, посмотрим, что да как будет дальше у Лены с этой самой Турцией, её вожделенной. Ну, а пока она развлекается тем, что, видите, ходит по общепитам и пытается как-то вот хоть какой-то контент создать. Говорит, вот кошечек тут подкармливают. Есть же люди доброй души. И кошечек женщина, говорит, подкармливает. И какие-то газоны красивые она создаёт. Какой-то вот у неё есть талант, говорит, к этому, да. Думаю, нормально так, Лена. А ты не можешь тех самых котиков покормить? Или ты человек недоброй души? Или ты человек доброй души только для тех котиков, которые живут в Турции? Ведь в Турции ты их действительно кормишь, поешь. И ты, и Оксана. Но Оксана, видите, уже начала в Зеленограде подкармливать котов. То молочко им нальёт, даже купит ложку отдельную, специальную, вот такую вот одноразовую, да, для кошечки. И корм какой-то купит. То сухой корм покупает, то какую-то мясную массу. И кормит котов, да. А Лена нет. Лена из Зеленоградских котов вообще как будто бы не замечает. Ну вот, наконец-то, Лена пришла в этот ресторанчик, который называется Пивальди. И говорит, тут всё по 200 рублей. И в итоге показала нам счёт. Говорит, вот, я заплатила 800 рублей. То есть, 4 блюда она заказала по 200. Плюс 200 рублей, это чей вы официанту? Ну, говорит, это по желанию. Итого, счёт у неё вышел 1050. То есть, она, получается, 250 всё-таки рублей заплатила официанту? Или откуда взялись ещё 50 рублей? Как-то непонятно. Мидии Лена ест. Говорит, вот, я сейчас поем мидии с вами. Но я уже начала их есть. Я их чуть раньше ела для другой социальной сети. Лена, что ты такое говоришь? Не обязательно нам об это было сообщать. Убрала бы уже раковины тех мидий, которые ты съела из кадра подальше, и ела бы себе, как будто бы только сейчас ты принялась за них, да? Не обязательно нам сообщать, что ты уже попробовала для другой социальной сети эти самые мидии. Я же говорю, Лена пришла не столько поесть, сколько попилить контент. Она пилит контент всегда и везде, и при каждом удобном случае. Оказывается, в этом пивальде они были, когда отмечали день рождения Вани. Но, говорит, я ничего не снимала, потому что хотела побыть наедине с семьёй. Думаю, это как? Нет, ну, конечно, есть вариант. Да, вот, можно побыть наедине с самой собой. То есть, я один, я одна, и не трогайте меня, что-то в этом плане, да? Можно пыть наедине друг с другом, то есть вдвоём. Наедине с ребёнком, наедине с мужем, наедине. Если это врач, то он наедине с больным остаётся в кабинете. Ну, к примеру, да? А тут Лена наедине с семьёй. Так, получается, очень интересно. То ли у неё семья состоит из одного человека, ну, что, в принципе, так и есть, по большому счёту. У неё Ваня только её семья. Ну, то ли Лена очень оригинальна в своих выражениях. Хотя, в принципе, и то, и другое утверждение верно. Встала Лена есть какой-то мусс, который ей принесли. И она говорит, вот ложка пошла в пляс. Я такое выражение ещё не слышала. Ну, да, Лена стала ловко орудовать ложкой. Да, ложка действительно танцевала. От муса и ко рту. И в обратную сторону, в обратном направлении. Вот такие вот незатейливые танцы. Ложки, да. Кстати говоря, точно такие же незатейливые танцы нам предоставляют нашему вниманию Лена и Оксана. Точно такие же, да. Движения одни и те же. Единственное, что меняется, так это мелодия. А движения те самые незатейливые, однообразные. Ну, что сказать. Девочки, девочки, они такие. Они и говорят странно, и танцуют. Так же странно. Наконец-то Лена наелась. И говорит о том, что она наетая. Представляете? Наетая. Что за слово-то такое, подумала я. Наетая Лена. Даже надо было придумать такое слово. И сообщает нам, что до вечера она есть теперь не будет. Ну, хочется в это верить. Пошла она на рынок для того, чтобы ведь всё для окрошки. И думала, о, Лена вспомнила о своих домочадцах. Ваня и Андрей теперь перед ней в огромном долгу. И вот идёт Лена и рассуждает. Говорит, вот бывают такие люди, которые вроде как и образование имеют. И бывает такое, что и не одно, а несколько высших образований имеют. И вроде как знают всё обо всём. Они компетентны в разных областях знаний. Но вот беда, нет в этих людях эмпатии. Нет в этих людях добра. Ну, я думаю, Лена, наверное, намекает от себя. Вот у меня, например, нет высшего образования. Наверное, это она хотела сказать. Но, тем не менее, я добра. И у меня есть эмпатия. Думаю, да, Лена, конечно, у тебя есть эмпатия. Да, да, тот случай. Сочувствие, Лена, ты не проявляешь ни по отношению к животным, ни по отношению к своим домочадцам и родственникам. Единственные исключения составляют кошечки. Да и то турецкие. Даже не зеленоградские. Если бы ты понимала, что испытывает Ваня, когда вот в зеркало, например, на себя он смотрит, ты бы, наверное, поменяла бы своё отношение к его питанию. И, соответственно, ты проявила бы сочувствие к своему ребёнку. Да, ты бы делала всё для того, чтобы он лучше себя чувствовал, чтобы у него не было проблем со здоровьем, чтобы у него не было проблем с общением с одноклассниками. Ну и так далее. То есть пересмотрела бы, в принципе, и образ его жизни, и, в первую очередь, его питание. Ты этого не делаешь. Если бы ты сочувствовала бы Андрею, к примеру, то ты бы ни в коем случае не выставляла бы его в том свете, в котором ты его выставляешь. В негативном свете. Кстати говоря, выяснилась ещё одна интересная подробность относительно вкусовых пристрастий Андрея. Он, оказывается, любит варёные яйца ещё. И именно из-за этого Лена ему одно яйцо отварила. Потому как он любит яйца, и может есть их в огромном количестве. Именно поэтому всего одно яйцо Лена отварила Андрею. Правда, здорово. Молодец, Лена. Прям вот молодец. Если бы сочувствовала Оксане, она помогала бы ей как минимум на даче. Она бы не приказывала бы Оксане приехать забрать её из точки А и перевести её в точку Б. Она бы говорила бы действительно правду Оксане относительно того, как на Оксане сидит то или иное платье. И не говорила бы, ой, Оксаночка, как хорошо на тебе сидит. Хотя, в принципе, платье трещит по швам. Если бы проявляла эмпатию по отношению к своим родителям, в частности, к маме, например, то она бы, во-первых, общалась бы с мамой почаще. Помогала бы маме. Звонила бы маме. Интересовалась бы её здоровьем, как минимум. Гуляла бы с мамой. Ну, хоть как-то она делала бы вид, что мама присутствует всё-таки в её жизни. Правда? Нет, этого ничего нет. Но всё равно Лена утверждает, что вот, посмотрите, можно не иметь высшего образования, но, тем не менее, быть хорошим человеком. К сожалению, в отношении Лены могу сказать только одно. У Лены нет ни того, ни другого. Ни образования, ни эмпатии. К сожалению. Хотя, конечно, с пеной у рта Лена будет нам доказывать, что у неё есть образование, что она отучилась. Но ни разу нам корочку Лена не показала. Ни Лена, ни Оксана только умеют говорить, что вот у нас есть дипломы, мы отучились. Покажите корочки. Докажите всем зрителям, что у вас есть высшее образование. И больше вопрос подниматься не будет. Но вы-то этого не делаете. Значит, вам есть что скрывать. Пришла Лена на рынок и говорит, вот тут грибы продаются, ягоды. Но, говорит, грибы она не особо любит. Думаю, да ладно, а кто ж покупает шампиньоны упаковками и готовит что-то с шампиньонами? Или шампиньоны это не грибы? Ну, наверное, по аналогии курица не птица, да? Шампиньоны не грибы. Наверное, так Лена мыслит. Увидела Лена, что на рынке продают рыбу? Говорит, не, не, не хочу с рыбой возиться. Лена, а что с ней возиться? Написано, что чистка и потрошение рыбы бесплатно. Что там тебе возиться? Тебе дадут её чистую и выпотрошенную. Очищенную уже. Всё, что там возиться? Но нет, Лена не хочет возиться. Странная она какая-то. Это мягко выражаясь, конечно. Пришла наконец-то домой и говорит, вот я хочу нарезать колбасу на тёрке. Как это так? Нарезать на тёрке? Это что-то новенькое. Говорит, вот купила я целиковую колбасу. Думаю, опять целиковую. Вот у неё рыба была как-то целиковая, то дом был целиковый. А теперь уже и колбаса целиковая. Лена неисправима. Вот Лена нарезала эту самую колбасу. Поостубала. Я прям вот перемотала. Думаю, что Лена ты сделала? Правильно. Поостубала. Редисочку. И у неё получилась основа для окрошки. Ну и пока Лена занималась этой самой окрошкой, Ваня рисовал себе ноутбук. Думаю, ребёнок вышел на новый уровень. Раньше он рисовал себе телефоны мобильные на картоне. Вырезал их и как-то вот играл с этими вырезанными картонными мобильными телефонами. Ну а теперь вот Ваня на шаг вперёд продвинулся. Он из большего куска картона вырезал себе ноутбук. Представляете? Да. Молодец, Ваня. Там даже крышечка есть. Он так складывается, ноутбук. И Лена обязательно нам это всё должна была показать. Опять же, сочувствия к своему ребёнку, эмпатии у Лены нет. Для чего она нам это всё показывает? Она же прекрасно знает, что одноклассники Вани будут смотреть этот влог. Классный руководитель, учителя Вани смотрят, соседи смотрят эти самые влоги. Я больше, чем уверена. Для чего она Ваню выставляет в таком вот неприглядном свете? Может, от того Ваня не хочет ехать никуда? Ещё одна из причин, по которой он не хочет там показываться. Потому как он будет в объективе её телефона вечно. Не хочет он этого. И правильно делает, с одной стороны. Ну, согласитесь. Ну, а в итоге уже, когда Лена нам сообщила, что вот Андрей отправился за мералкой, за квасом и кефиром. Мол, это всё тяжело тащить, поэтому пусть Андрей тащит. Ну, да. А всё остальное было очень легко тащить. Там и яйца были. Там и какие-то овощи были. И какие-то фрукты были. Вот прям вот с рынка Лена всё это тащила. Потом, говорит, правда, села общественного транспорта. О, думаю, что случилось, Лена? Ты умеешь ездить на автобусе на троллейбусе? Вот. И вот какую-то часть пути она преодолела общественным транспортом. Уже хорошо. А вот Андрей отправился за минералкой и говорит, вообще, в принципе, Андрей себе мешает что угодно. И квас, говорит, и кефир, и сметану. В общем, всё, что видит, всё мешает. Вот тогда добавляет эту основу для окрошки. И вот так вот он и ест. Зачем нам эти подробности знать? Не понимаю я, конечно. Но, опять же, у Лены эмпатии нет. Поэтому Лена выставляет что сына, что мужа в таком вот неприглядном свете. Все плохие, одна Лена прекрасная. Так вот. Хочу сказать, что когда Лена уже вроде как закончила говорить о том, где у неё Андрей сейчас, да, по каким магазинам он пошёл, Ваня благополучно водрузил ей этот самый картонный ноутбук на голову. Ну, что? Лена счастлива. Когда Лена уже прощалась, добра, позитива всем желала, как всегда. И ещё и удача, понятное дело. Куда без неё. Это уже было, ею сказано, с ноутбуком картонным на голове. Ну, конечно, поведение для 13-летнего подростка крайне непристойное. Правда ведь? И не соответствует возрасту вообще его поведения. Куда Лена смотрит? Может быть, надо к психологу обратиться как минимум с Ваней. Проявить какую-то заботу о ребёнке. Всё-таки дать понять ему, что она мама, что она беспокоится о нём, о его будущем беспокоится. Нет, этого всего нет. Нарисовал ноутбук отлично, подразил мне на голову вообще замечательно. Молодец. Ребёночек играется. То, что ребёночек уже выше мамы, выше папы, это ерунда, правда? То, что он и шире, и выше. Нет, всё равно он ребёночек. Пусть играется. Ну, пусть играется, конечно. Интересно, до чего доиграется? Чего Лена ждёт? Не понимаю я. Чем дальше, тем сложнее будет психологу как-то вот исправить сложившуюся ситуацию. Но Лена, видимо, этого не понимает. Или не хочет понимать. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала «Лена Лайф». Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok